А у нас, говорит, так нельзя тренироваться. Ну, я просто хожу в раздевалку, собираю вещи и просто уехал, померил давление, взвесился, блядь. Ну, знаешь, я типа не стал там говорить, что я типа не Кося, мы уже там полгода общаемся, я другой футболист. Чудак заходит, сосновый, блядь, приехал в латексный, блядь, лосинах вот таких, штанах. Тот пиздобов. Эти лабутены на нем. И вот это Толя был. Я смотрю на него, ну, господи, блядь, ну, по-моему, пиздец нам нахуй. И вот это там с восьмого, помню, этажа едем на минус второй. Самый долгий лифт в моей жизни. Я говорю, здрасте, он просто... Как будто я даже не понял, что это я из его команды. Он просто так на меня смотрит, как на пустое место. Я думаю, в принципе, там так и было. Че, всем привет, друзья. Вы на канале Дубай. Сегодня у нас рубрика «Футбольные истории». Вспоминаем, так скажем, какие-то смешные моменты, интересные истории из жизни, из футбольной жизни. Счерашнего дня. Вот. У нас сегодня в гостях Толя Катрич, Жека Назаров и соведущий мой, Рус Имаев. Вот. Поэтому, че, погнали, пацаны? Как у нас родилась эта история? Мы с Дубой жили в одном номере, но она выездила сейчас, в Нижнем Новгороде. И мы просто друг другу что-то начали закидывать про наши какие-то там... Просто, знаешь, про футбольную жизнь, у кого что было, просмотры эти всякие, агенты, обещания, там, тренера. Вот, например, понятно, что уровень пониже, да, чем где вы были. Но мне, допустим, товарищ один звонит, знакомый, говорит, не хочешь на просмотр в Солярис? Помните такая команда была во второй веке? Солярис. Ну, не хитая, Дубой там, кстати, Дубой там играл. Слушай, я в Хьюн-дай Солярис продаю, не хочешь? А потом перейди в космос. Я говорю, ну, давай, давай, я говорю, с удовольствием поеду. Вот, а у него там, получается, было знакомство. С удовольствием. Не, ну, тогда без команды было. Солярис. Солярис. В общем, он общался там с Юрой Гавриловым, ну, знаете, да, легенда Спартака. Он агент? Ну, он как бы, да, какой-то занимался деятельностью. Тогда у тренера был Кончельскис, вот, а командой, получается, спортивным директором был Сафонов или Сафронов. Я не знаю точно, вот Дуба, может, подскажет. Что? Сафронов или Сафронов был. Сафронов есть такой агент такой? Нет, ну, не тот агент, который... Не суть, короче. Не суть, да. Я приехал на просмотр, значит, приезжаю рано, команды еще нет, там только врач. Вот, я взвешиваю, давление мерят. Там уже команда потянулась, все, сидим, уже готовимся к тренировке, я уже в форме, все. Меня вызывает этот спортивный директор за дверь, короче. Ну, ты кто такой вообще, откуда, что, как? Я говорю, ну, вот, вам должны были там передать. А я от Гаврилова. Он такой, слушай, ну, он мне ничего, говорит, не писал. Он там обычно присылает за неделю списки, кого он хочет, чтобы мы просмотрели. А он говорит, так нельзя тренироваться. Ну, я просто хожу в развивалку, собираю вещи. И просто уехал, померил давление, взвесился. Это ужасно. И поехал домой. Это ужасно, брат. Я думал, шутку есть, он скажет, я Черенкова. Я не знаю такого. И представляете, да, насколько абсурден российский футбол, да? В плане того, что, блин, ну, даже не посмотреть футболиста, как бы, да, вдруг какой-то... А вдруг это заиграл. А вдруг какой-то Месси приехал. Через Солярис, походу, например, лимон. А давление и вес, все в норме было. Но потренироваться не дали, блин. Просто давление было. Для себя узнал просто давление и вес. Все хорошо с давлением? Я поехал. А как ты туда доехал мне вот этот вопрос? В Солярисе? Я на машине. Кстати, на Эландре. Честно говоря, у меня агент с агентами истории. У меня куча. Просто не все смешное, не суперинтересное. Все грустно. Слушай, ну, давай я расскажу тогда в кино. Такие две истории интересные. Короче, я не буду называть фамилию, но он очень известный агент в России. В общем, как-то нас жизнь свела с ним. Первые две буквы и последний лист. Офф. Короче... Офишал? А? Офишал? Да. Короче, этот... У меня больше отец с ним общался. Там что-то созванивались, там решали. У меня отец, в принципе, так всю жизнь помогал с футболом. И что-то там раз поехали к нему, познакомились в дом. Ну, я думаю, понятно, о ком речь идет. Два поехали там, посидели, что-то там пообщались. Короче, раза три-четыре так съездили, пообщались, варианты обсудили. Ну, то есть, если ты агент, ты должен знать там, ну, имя, фамилию игрока, да? Должна же вовлеченность быть какая-то. Давление. Давление, вес. Короче, раз на пятый. Приезжаешь к нему домой, он такой, на весы. Давление, маме. Чтобы ко мне будем разговаривать. Чтобы ко мне не думать. Нагинай себя, маме. Нагинай себя, маме. Сейчас будем устраивать. Хочешь футбол играть? Носочки тоже снимать. Проходи, ложись, бля. Короче, раз на пятый мы приезжаем. Садимся, что-то телик там, гостиной, все. Что-то общаемся. Я так, ну, он сидит. И тут телик. Я так смотрю, что-то такая тишина подвисла, неудобная. Я так смотрю и слышу, он такой, Кость. Я думаю, смотрю, понял, Кость. Я так поворачиваюсь, просто я начинаю что-то говорить. Ну, пятый раз я с ним общаюсь, понял? Я такой, просто про себя думаю. И у меня пахан здесь сидит, я думаю, он слышал это вообще или нет? Я думаю, ладно, ну, у меня чуть, ну, знаешь, я типа не стал там говорить, что я типа не Кося. Мы уже там полгода общаемся, там типа я вообще, я другой футболист. Он его морбиле устроил уже три года назад. Короче, он что-то сказал, мы пообщались и уходим, ну, прощаемся. И он паханул ему, ну, все, давай Костя. Типа, то есть он думает, что я Константин Константинович получается и пахан Костя. История связана с этим же агентом. Лет, наверное, пять назад я провел хороший сезон с Зорком. И у меня заканчивается контракт, мне начинают звонить агенты летом. Прям там что-то FNL раз, FNL два, там одна команда, вторая. И одни агенты мне покупают в Сибирь, но тогда вот в Сибири, последний год она как раз была в FNL. Половина у тебя в Сибирь, половина другого команды. Половина, наполовинку. Константина куда отправлять, самое главное. Слушай, и вот через этого агента, его помощник говорит, все, давай, давай, там типа через него, у него там связи. Я говорю, хорошо, все, давай. Поехал, все там, типа все на мази. Приезжаю, приезжаю на базу в Новосибирск. Заселяю там, как обычно, типа там летний вот этот период, там 12-13 просмотровых. Ну, типа, знаешь, никто не подходит, не спрашивает там, как зовут, на какой позиции. Просто, типа, сел в автобус, поехали на поле, приехал. Давление померил? Давление не мерил. Приехал на поле, короче, вышел на тренировку, тренируюсь. Знаешь, никто не подходит, ни начальник, ни админ, ни тренер, ни, как будто, знаешь, уже хорошо, уже хорошо. Дали потренироваться. Короче, проходит день, проходит два, проходит три. Я живу на этой базе, там, матч с молодежкой Сибири. Играем, я с мячом бегаю. Ну, а знаешь, как полкоманды, типа, обычно, не знаю, как новенького зовут, типа, половина как-то знает, половина нет. И мне тренер, я с мячом и слышу, Леха, Леха, пас. Я такой, типа, ладно, ну, наверное, не мне, короче. Раз, два, три. И мне уже смотрю, пацаны на поле, типа, Леха, Леха. А ты говоришь, здесь, здесь, здесь. Я такой думаю, да нет, да нет, понял, не может быть. Короче, типа, Леха теперь я. Ну, прикинь приехал, просто на просмотр в ТНЛ. Короче, а кто лучше играл, Леха, Костя или ты? Ну, Леха, тогда хороший форуминг был. Короче, неделя проходит, матч с Томском. Я думаю, ну, вот он, все, контрольный матч, типа, я должен сейчас хорошо себя проявить. Утром тренировка, я иду, ну, вечером играть, типа, двухразовая, понял? Иду, мячи собираю, иду на дальней половине, и мне тренер говорит, Леха, мячи собери там и иди сюда. Я, меня переклинило через неделю, я к нему подхожу и говорю, типа, я не Леха. Типа, меня Никита зовут, он вот так, посмотрит. Нет, будешь легким. Мне нравится, мне твоя уютность. Ну, хорошо. Обед, лежу в номере, готовлюсь, заходит третий тренер. Ну, а я с соседом жил, он такой, так, там, ты, типа, во втором тайме. Ты в третьем. Ты, значит, у тебя пробежка перед матчем, и все. Ну, я побегал просто, ну, перед матчем кругом, намотал, да. Начинаешь с именем дела, а? С именем дела. Не знаю, ну, суть в том, что мне даже не нравится играть, и купили билет, да. Я тебя вспомнил. Мы же за дубль против друг друга играли? Ну, наверное, наверное. Я думаю, что те времена, знаешь, когда дубль в основу, в Соснову спускали, в Динамо дофига народа, помнишь? Да, конечно. Когда там Воронины играли, всякие Смоловы. Алан Гатагов. Алан Гатагов, да. Смолов, да. Готовишься в основе, знаешь, вот так-то. Мои слова, всякие, блядь. Всякие. Слушай, я против коряки, кстати, даже еще играл. О, да. Короче, это те времена, когда ты, допустим, всю неделю готовишься в основе, типа, тебя наигрывают, наигрывают. Но ты знаешь, что в конце недели спустят 8 человек Сосновы, и ты, блядь, дай бог, в дайвку попадешь. Потом мы сидим, там, 5-1 обыгрываем дубль Динамо, ой, дубль Локомотива, там у них, ну, чеки всякие играли. Вы тут, в этот сезон, два или три сезона без поражений были. Нет, мы три сезона подряд выиграли, первый сезон, там, за счет всяких Смоловых, всяких. А потом уже, как бы, своими силами. Ну, я к тому, что в те времена, знаешь, когда Сосновы спускали до хера народу, ты еще, наверное, тоже еще за Грассандартом, Ерохимой играли. Там, брат, просто у нас было тоже. Просто готовишься в основе, ну, знаешь, что в конце недели ты, блядь, просто если в заявку попадешь, дай бог, все хорошо будет. Давай, кожаные штаны. Кожаные штаны, блядь. Итак, история про кожаные штаны. Знаменитые, как оказывается. Ну, не то, что знаменитые, просто легендарные на тот момент. Скажи честно. Ты расскажи свою версию, я свою расскажу. Давай, хорошо. И получается, у нас в Краснодаре, как в Академии все, когда тренируются, то есть на одной базе, а Снова, она всегда за городом живет. И мы такие, раз, Толик Атрича подписали, мы такие, думаю, нихрена себе, а это Тодз, Динамо, типа это, думаю, вот это усиление. А там сквозная заявка, то есть он мог за нас сыграть. И в какой-то момент у тебя тут полис после травмы, или просто, да, как-то спустили. Нет, я что-то Николаевич сказал, иди доказывай в Краснодар-2, блядь, и тренируйся там, блядь, и играй там, короче. Я говорю, так, ладно, прикольно, конечно, я такое не рассчитывал, ну ладно. Ну и мы сидим. Рассчитывай в Краснодар-2, я прийди. Кто тренер был в основе? Мусаев. Ты при Мусаеве приходил? Да. Я думал раньше. И такая ситуация, получается, мы сидим, ждем Толю Катрича, он же, блядь, объявили нам, что он за нас будет играть, а мы волнуемся, типа мы, блядь, что за парень, типа это. Сам Толю Катрич переигрывает. И чудак заходит, а у нас, типа, порядок был всегда, там, в одной форме, там, что все в одинаковых майках одели, чуть ли не в носках, короче. Блядь, заходят чудак. Не штрафовали за носки. Были штрафы, то есть даже, были штрафы в Краснодаре, что ты даже не покушаешь, например, если ты там, знаешь, просто пошел, не захотел, вот сейчас ты не голоден, а там где-то перекусить, у тебя штраф был. То есть, ну, спокойно иди, проходи в него столовой, ну, штраф занеси. Заходит чудак. В латексных, блядь, лосинах, вот таких, штанах. Ну, это кожаные штаны, они не кожаные, там, эко-кожа. Как будто, знаешь, он, блядь, он как будто мимо проходил, где-то с клуба вышел, блядь, в латексных штанах, блядь, в обтягивающих. Эти лабутены на нем, блядь, а нам, прикинь, когда мы все видим друг друга, блядь, только в одной форме, блядь, в Краснодаре, нельзя снимать, все в кофточках, все в маечках. Блядь, чудак заходит, сосновый, блядь, приехал в латексе. Знаешь, у меня сразу вот эта фотография, девушки-то они полностью в латексе, понял? И вот это Толя был, просто это копия была, блядь, такой заходит, поздоровался, блядь, я смотрю на него, ну, господи, блядь, ну, по-моему, пиздец там, приехал, блядь, поиграть за нас. Рассказываю, блядь, что с тобой было-то? Рассказываю. Короче, после того, как мне объявили, что играть за Краснодар-2, хотя это обещано было другое, я протестовал. Мне говорят, в экипировке, я говорю, уй, там, не приду я в экипировке ни разу. В итоге я ни одну зарплату полную не получил. Все же? Да, ни разу полную зарплату я не получил, меня штрафовали за все, за носки. Я один раз в носках пришел, в высоких надо было, в коротких пришел, в коротких надо было, в высоких. То есть, нет, то есть, он ему правду говорит, типа, ну, это, это, ну, не шутик. Штаны не латексные, они пиздатые штаны, там, кожезаменитель. Они еще есть, они тебе есть наличие? Да, я в них хожу, он говорит, да, пиздатые штаны. Что-то я не видел. Приди в них завтра. Приду, хорошо. Назар пересмотрел свои взгляды. Хорошие штаны, хорошие. Нет, они хорошие. Ну, просто, куда ты пришел, ты же должен думать, блядь, куда ты идешь, когда тебе объявляют, что типа... Это был протест. Это я протестовал. Это был пиздец, а не протест. Я объявляю протест. Он маленький бунтарь был тогда еще. Ну, я, не, честно, сейчас отступляюсь серьезно, конечно, зря я так делал. Я зря их дрочил, это руководство. Они не бесились, пиздец, ну, за носки, за все. Я это на обед не проходил, на завтрак не проходил. То есть, это штраф, это, то есть, в копьячу, ну, позволялось зарплатам. И в этом и был весь, знаешь, прикол, то, что, блядь, чудак может себе позволить ходить. Мы там думаем, блядь, как бы не пойти, как бы там пропустить, чтобы не заметили, блядь, чудак в латексе. Просто залетает на академию, блядь, в этих лабутенах идут. А дети же все видят, там же от маленького возраста и выше. Они вот так на Толю, блядь, мы вот так на Толю, блядь, думаем, ебать, как он это делает, блядь. Как он себе это позволяет, знаешь. Ну, типа, настолько были загнаны, типа, в этом моменте, в плане, что там носков, вот это там питание и так далее. Ну, понятно, понятно, вы привыкшие уже к дисциплине. Да, именно строгости. И он так разбавлял вот эти, я тебе клянусь, там луки, там луки были. Он уже 23, блядь, а не 17. Да, да, да. Он где-то в Париже, знаете, где-то застопорился, блядь, перепутал чуть, блядь, пока смотрел. Сбольную базу с клубом. Да. Как и есть. Ну, это прикольно. Прикольно, потому что я же пришел не из дубля, допустим, или не из детской школы. Сосновой, да. Я привык там к другим вещам. Слушай, а в основе что, так же все ходили? Прямо в Кипе? В основе нет. Нет, в основе, в том-то и дело, в этом и парадокс был. Академию и в двойке гоняли, да? Именно, конечно, то, что это, типа, даже, знаешь, за что нас гоняли, это, блядь, вообще интересная история. Ты помнишь Лёву Байрамяна? Ну, конечно. А у него, ну, Хорико брат, получается, Саша, а у них же вот такая шевелюра, такая огромная. Чтобы он подстригся. Его заставляли подстригся, его прям говорили, надо, 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 но он оставил он в своем, до сих пор, помню, ничего не сделал. Ну, он прям шапку одевал, и у него шапку там вверх. Ее ловили, блядь, да, это правда, это такая ситуация. То есть, вот в этом и был парадокс, что у них там вседозволенность, знаешь, какая-то была. Я вроде бы и там, и там, я не могу, типа, перестроиться, там, и плюс протестую из-за того, что я не, типа, как бы не хочу там тренироваться или играть, да. Ну, все равно, знаешь, это смотрится прикольно было, то, что он один, блядь, прикинь, все в одинаковом, чуть ли не в матчках, там, либо все в белой, там, и на тренировке, и там, покушать сходить. Чудак выдавал, блядь, просто, блядь, как в Париже, блядь, он приходил. Я не знаю, там где-то Канью Вест где-то плачет, блядь, после этого. Еще раз говорю, дети так не делайте, я очень жалею об этом. И знаешь, что ещё было прикол, я не знаю, мы сидим, получается, знаешь, там, игра, все заканчивается, блядь, как дальше, там, сыграли, куда, там, поедем, кто-то домой, кто-то что-то, блядь, Толя в Москву туда, тьфуу, еще свистка нету, Толя уже летит, тьфууу, блядь. Это было из-за того, что я очень привык к Москве, там друзья, все было в Москве, и я очень долго привыкаю, знаешь, к новым местам. Короче, слушай, ты хорошо жил, я так смотрю. Напишите в комментариях, как вы думаете, какая зарплата была у Толи в Краснодаре. Ну, кстати, меньше, чем в Динамо. Что он летал каждый день. Ну, конечно, меньше, чем в Динамо. Если билет был недорогой, я не ехал. Ты ни разу не получил полную зарплату. Ни разу. Постоянно штрафовали человека. Ну, там, я думаю, что ты... Был себе позволить. Нет, честно, скажи, знаешь, что, вот зарплату, не будем там раскрывать цифры и так далее, вот на штрафы, на какие-то опоздания, там, за неявки половина хоть приходила? Нет, половина приходила, подскажешь. Значит, я позволял, еще и летальнее. Нет, там же штрафы были в Краснодаре 2, никак не ясно. Да, 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 я поэтому говорю, какая цена была в штрафы, допустим? Ну, тысяч пятьдесят не доходил. А это общая тысяч пятьдесят. Ну, допустим, носки я делал, я тебе сколько штрафов? Бля, по-разному, понял? Тут зависит вообще было от того, что... В смысле, могут за счет потолкать и взять цифру? Ну, то есть, не было стандартов каких-то? Типа просто, ну, хорошо, смотри, как может быть, типа, одинаково, если, например, там, ребенок, которому, там, 10 лет, он там получает стипендию, там, тысяча три рублей. А, то есть, детей тоже штраф? Там, то есть, серьезно в этом плане было, то есть, и там лояльность, там, раз, простят, где-то, там, поговоришь, пожалуйста, типа, это, ну, как в школе, я не знаю, как это объяснить, ну, короче, вот в этом был парадокс, что он мог себе позволить, блядь, как хочешь ходить, там, знаешь, а мы, там, за каждую копеечку, там, что-то трясемся, как-то, что-то там, все складом Толя выдавал, блядь, я обожал, мы так и познакомились, да, как-то вот, на этом фоне, что, да, знаешь, я просто, я умирал от смеха. Получается. Блядь, они, благодаря им, получается, блядь, его лабутеном, блядь, а какого цвета лабутена, я вот с этим? А, их не было, вот цветов, блядь. А, там, там даже так было, то есть, ну, я это говорю. Блядь, можно тренировку прийти в этой одежде? Ну, мы с дубой посмотрим. Ты сейчас, он, да, каждый день ходит, но... Не, это была веселая история, отвечать, для меня это вот показать, знаешь, когда ты, там, ну, когда приезжали, знаешь, на базу косной, например, тренироваться, или, там, двухсторонка, когда была, то есть, ты это видишь, как-то, ну, все, когда большой, количество, то есть, там, кто-то в спортивном, кто-то, как-то, там, придумывает часы, там, и так далее, все, как крутят, как вертят, то есть, блядь, тоже свой показ мод, а тут, блядь, тут вообще фантастика, я влюбился в его луки, блядь, это... История про имена, этот, Станислав Саламович, когда тренером был в Динамо, и он там начал брать, я первый раз тренировался, и, там, на замену, по-моему, выходил при Петреску, потом появился Саламович, и он брал из дубля, все, кто выделялся, человек пять-шесть на тренировке с основой, и на сборы едем, он ни одного имени знает, просто ни одного, такая история, там, идем из дубля, все пацаны, и он такой, Ермолинцкий был такой защитник дубля, он говорит, Еролинский, он мне отзывается, Яровинский, Ермолуцкий, Ермолинский это агент, я-я-я-я Ярмолинский, ты, короче, типа вообще, пока на замену не выходишь, и вот он с именами так, знаешь, у Саламовича было такое ощущение, если он тебя по имени запомнил, это пи-дец, какой показатель, и ты думаешь, типа, он меня знает, ты уже во вторидеть у него, да, да, а то Ермолуцкий, Ермолинцкий, Еролинский это агент, История про имена вспомнил, что настолько надо было заслужить свое уважение, как-то у Саламыча, и он просто пока имя его не запомнит, ты никто. В целом, видишь, много таких тренеров, кто имена-то не запоминает, не только в Сибири. Мне кажется, он специально это делал, знаешь, типа, показать, а, еще история с Саламычем, это первые сборы в Австрии, а у него такое, ну, эго, настолько он давит на тебя, что просто хочется сходить в землю провалиться. Захожу в лифт, он стоит в халате, уедет в спа, золотые часы, и я, типа, молодой пацан, типа, с ним в лифте, а лифт еще маленький. Самое хреновое, когда ты попадал с тренерами, вот это самое чувство, когда ты открываешь и лифт так развиваешься, и стоит главный тренер, ты заходишь, он как будто, не знаю, этажей 40 проезжает, а ты там с отеля просто с третьего на первый, и это так долго, и не сказать ему, пока он с тобой не заговорит, то есть ты уже отворачиваешься туда-сюда, эти кнопки ты сможешь, пожалуйста. Если еще тренер, там, какой-то дубля, ты еще хер, а это Саламыч, тот самый, который тебя, блядь, и по имени не знает, ты уже три недели в команде, он тебе имени не знает. Слышь, подожди, Саламыч в халате и в золотых часах, а ты в лотосных брюках собираешься. И вот это там с восьмого, помню, этажа едем на минус второй, это самый долгий лифт в моей жизни, я думаю, здрасте, он просто... Как будто я даже не понял, что это я из его команды, он просто на меня смотрит, как на пустое место, я думаю, в принципе, там так и было. Просто я думаю, это самый долгий лифт в моей жизни, пожалуйста, когда мы уже приедем. Так он мне слова ничего не сказал. Сразу историю вспомнил, короче, сидим, мы сейчас с молодыми так же приезжаем, и там Кононов был, он, знаешь, такой, ну, не суперразговорчивый был, только если по делу вызови, тогда да, ты так чувствуешь, ну, уже могу поговорить, то есть, а так вот в раздевалке что-то ни слова никогда, даже на поле на тренировках он наблюдает, понял, за всеми, вот такая, ну, психология такая спокойная, супер. И так после тренировки, мы что-то оттренировались, так хорошо, так, знаешь, настроение, что-то классное, там, что-то все получалось, и такой мамая такой заходит, а мы вокруг, знаешь, а у них же у каждого места там подписано, все, как бы это. Он такой стоит, смотрит, а нас куча, мы как, знаешь, как отбросы у меня на этих портфелях, вокруг них вот эти места, знаешь, что вокруг, друг на друге практически сидим, он такой, пацаны, все вы будете играть. Мы такие, думаю, ни хрена, мамая, мамая, да, говорит, вы все будете играть, мы такие, ну, не в этой команде, бля, мы вот так сразу сквозь землю хочется провалиться, знаешь, так и есть, бля, из того, кто там сидел, друг на друге, бля, не особо заиграли, бля. Слушай, может, какие-то выезда запомнились куда-нибудь? Ну, честно, вот для меня, вот, последнее с Краснодаром такое расскажу, когда ты тренируешься, поезд на работе, все кипит, там, тренер кричит, все как, ну, как футбольное такое, слышишь, такую вертушку от вертолета, бля, ты так угол поднимаешь, летит, прям, то есть, ну, вы думаете, сейчас там посадочное место, да, будет у вертолета, там, отдельное где-то у него. Такой, ребята, разойдись, 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 там. Нет, мы тренируемся, он уже рядом, я вижу, я даже отбирать уже мяч не хочу, уже там не то, что сдувает просто от этой вертушки, все, и тренер такой, остановились, расходимся, бля, и мы просто вот так куча, вот так, знаешь, тууу, рассыпну, раз, человечек присаживается, выходит, со всеми поздоровался, бля, пока не прошел, не ушел, взлетел дальше тренировка продолжается, бля. С Сергеем Николаевичем история была во время тренировки, когда он еще не понял, не распустил меня, что я лодекс на штунах хожу. он говорит, сюда-сюда иди во время тренировки с айпадом вот так вот, с айпадом 10 минут смотрю, как надо играть ну это история, кстати, часто, когда он подзывает, то есть это будет игра тренировка, поверьте, шансов нету, не выбежать, вот к нему не подбежать, у нас была атака, я как раз полгода был, каждую пятницу вот это знаешь, остаешься, не остаешься и так вот я полгода, то есть про меня забыли, грубо говоря я уже там, не знаю, форму уже там, три экипировки получил, эти сумки, уже все, играю как бы там у нас товарищеские игры и в момент что-то вижу, у нас тоже двухсторонка и Сергей Николаевич Назар и мне кто-то подсказал, говорит, шансов нет бежать, и я просто вот эти 40-50 метров на рывке, прикинь на наши, получается атака на наши ворота, я должен защищать, я должен сейчас помочь команде там где-то что-то отобрать, и я резко просто в другую просто саму картину, представьте, сверху чудак защищать, и резко вот по диагонали двусторонка, обычная двусторонка и я вот так по диагонали через все поле, там пацаны отбирают мячи, что-то, и я бегу к нему так через 50 метров подбегаю, он говорит Жень, ну такая ситуация понимаешь, это моя чистая вина что там этот, завтра зайди контракт подпиши, говорит, я думаю бля, и ради этого, бля, я просто 50 метров, я уже тут освоился просто 50 метров ты бежишь я такие истории не слышал, ну конкретно про него не, он, знаешь, он когда он звал, обязательно надо было типа прям бежать, подходить если мысль, надо обязательно подойти типа, у него, знаешь, как с ним тяжело разговаривать, на самом деле вот я не знаю, как с ним, там, Володя Быстров спорил постоянно, там, еще кто-то знаешь, какие-то у них Володька мог себе позволить, да а ты просто, когда подходишь, он начинает с тобой диалог так, настолько, знаешь, вот он умеет подбирать фразы, слова какие-то что ты просто стоишь и ты не то, что думаешь, о чем он говорит ты думаешь, как бы ответить так, чтобы, знаешь, и он тебе в ступ просто, знаешь, такой барьер ставит что ты так Вратарей заставлял этот, историю Сафонов недавно рассказывал в комментах у них там есть новое шоу плохие футболисты Сафонов рассказывал, как он заставлял вратарей по мячу или наоборот угадывать всегда по мячу он заставлял по мячу, да, если ты прыгнешь то есть, да, пенальтик отобьешь он проанализировал и то, что нужно вратарю всегда по мячу они все пропускали постоянно плевались вратарей он очень фанатик фанатик, он футбол он именно... а, кстати, знаешь, прикол Кирюхов, мой эфир выпустил просто так у меня нет в инстаграме у меня в инстаграме есть у него есть страница, помнишь? есть, есть, но ничего не выставляет короче, он иногда я знаю, кто на меня истории посмотрел там шлюха, шлюха, шлюха потом какой-нибудь мой друг детства потом мой лучший друг какой-нибудь и Гальский Сергей и потом дальше шлюха, шлюха, шлюха мы с ним связывались вот буквально там где-то 3-4 недели назад я сам позвонил говорил там, ну что про будущее, как еще перед Амкалом я тебе клянусь я ходил вокруг жилого комплекса ну, чтобы набрать я-то знаю, как он сейчас будет разговаривать вот эта монотонность вот эта, знаешь слова все четко по полочкам знаешь, как-то вот тяжело то есть ты же не с другом общаешься тоже с человеком как бы не со стороны я такой, уже четвертый круг иду, все, звоню знаешь, вокруг ЖК просто чудак ходит чтобы набрать человека ну, представь, какая ответственность да, ты волнуешься то есть я ему звоню и у нас диалог продлился минута 30, по-моему там что-то и сколько я ответил ты думаешь слов здравствуйте, Сергей Николаевич спасибо понял свяжусь все то есть а вот это он диалог так настройка выстроил знаешь все по делу все по делу все четко то есть без лишнего ты понимаешь минута 30 у тебя была сколько стоит это время это очень дорого минута 30 легенда Евгений Николаевич легенда извините, что ватах на штанах ходил ну это да про него истории ну видишь а как он играл не знаете историю в Краснодаре 12 человек в шахматы не знаете у каждого а я видел подходит ход сделал к следующему ход сделал там что-то за всю историю там ну человека там 2-3 его только обыграло представь одновременно 12 человек сидят и он как сидят, ждут конечно он раз к одному подошел ход сделал пошел к следующему представь просто насколько у человека развитым тут блять так бы просто конем походить там еще что-то там как-то сыграть я шахматы только с вертолета видел ну как тут бы знать как вообще он по с вертолета обыграл представь насколько вот голова варит как он думает как он для меня такого никогда не было то есть я когда увидел вот это все и все смотрят то есть у него не то что один человек играет самый вот феномен в том что мы же стоим там знаешь с каждого года там 6-го, 5-го, 7-го, 8-го, 9-го и так далее каждый человек и вокруг каждого человека с каждого года толпа сидит Таска походи там походи там знаешь ну подсказывать если хотели типа обыграть без шансов это не работает там не то что 12 там 56 человек сразу играет против него и не могут выиграть вот эта уникальность вот это меня всегда поражало в нем очень круто очень круто я не знаю у тебя было такого в Динамо вы играли в шахматы? не играли в Динамо саламочевых там другие игры там были другие радости там были другие радости слушай ну короче могу забавную историю рассказать как я удалился за ну две желтых карточки мне кажется я такого не слышал не видел ни разу и вот ну выдумываю тоже короче 16 лет там ну предпоследний год перед выпуском в локомотиве в школе играем с ДФА раньше была это Досайская академия короче в Лужниках играем ну что-то на банке сижу короче 0-0 такая тяжелая игрушка и перерыв ну пошел разминаться и тренер этот все уже команды выходят а я-то ничего-то не знаю и короче у меня кольцо спаси сохрани было и цепочка и я короче не снял судья безбожник короче он говорит давай типа выходишь выхожу на поле ну естественно в спешке знаешь как быстро форму одел забыл это все снять играя 0-0 а нам типа ну выиграть надо ну что локомотив престиж как бы тем более ну фа там да играем надо выиграть с уральцем за первое место типа того да и проходит минут наверное 7 он такой так типа стоп кольцо типа снимай желтую понял я короче бегу меня уже трясет типа из-за того что блин типа за кольцо желтую дал ну а еще знаешь в таком возрасте типа в детстве все это близко к сердцу очень все воспринимаешь знаешь тренер напихает просто пять минут проходит я понял вот тот эта история научила меня всегда теперь снимать ни разу я не вышел теперь вот когда это 2009 16 лет было 16 лет сколько почти что-то что тренер сказал короче еще 10 короче хорошо хорошо тогда пацан спас забил гол в десятером вытащил 1-0 мы выиграли и я месяц дежурил потом дежурных же не было типа ну да месяц мячи таскать мячи таскал фишки расставлял там все разминаются понял а я расставляю как админ короче фишки ну вот такое наказание было самим момент когда снимал кольцо ты не вспомнил не вспомнил вот этот паника паника в голове Костя Леха у нас короче в Чехии был такой молодец знаешь когда та же история когда с молодежки подпускают типа к основе приходит парень такой знаешь высокий прям я не знаю 2-0-5 наверное в молодежной сборной играть в Чехии или уже за основную вызывался я не знаю да а он играл всегда получается опорника чуть выше там десятку то есть ну вот в этом фк 10 играл если ты я ждал просто что ты скажешь защитник он повыше поднимался и он сидит на замене раз что-то там меняют как раз опорника я чудак побежал разминаться там же поливая сразу поле заканчивается сразу трибуны то есть сразу и у него то ли он дернулся Толян умеет перебить так что желание пропадает чтобы слышно было правильно говорю тебе слышно мне слышно людям короче суть в том что он дернулся я хотел красиво рассказать чтобы посмеялись затем мне настроения короче на разминке дернулся и не вышел и не вышел у меня есть вот я прям в тему расскажу у меня прям похожая произошла она с кем правильно со мной мне 20 лет я попал во вторую лигу только это можно сказать вообще первые игры во второй лиге лярис 19-20 лока 2 локомотив 2 локомотив 2 локомотив локомотив дмб короче мне лет 19-20 играем помню дома с Тверью значит я не в составе перерыв 0-0 выхожу разминаться в Перовском стадионе играли что-то разминаюсь и пацану говорю дай-ка пасик знаешь хотел принять типа ускориться мячом дает пас бегу с мячом спотыкаюсь на мяче ставлю руку ну просто руку на инстинкте выставил и пальцами короче прямо в поле кольцо было может быть нет не было не ну я бы не снял короче хруст я вот так встаю там ха-ха очень смешно было как я упал прям очень смешно со стороны мне потом пацаны с трибуны друзья были просто как ржали я реально очень смешно упал я встаю я понимаю что-то с рукой не так все я чувствую перелом наверное чудаки выходят на второй тайм а у меня рука просто у меня вот нереально в 19 лет подойти и сказать тренеру это я сейчас держу и руку сломал на 50й минуте он меня отправляет разминаться а я просто ну все у меня рука так у меня она раздулась я вот ускоряюсь я не могу у меня так она болит я просто молился весь второй тайм чтобы меня не выпустили это позоришь короче может быть так сложилось что слава богу он меня не выпустил я просто короче к доктору подхожу там открытый просто а он сидел и ждал этого момента короче подхожу к доктору и говорю слушай что-то рука болит отправь меня на рентген отправляют перелом смещения Но у тебя не было мысли как-то придумать, не знаю, чтобы увидели, ну типа это прям жесткость. Я типа, если команда не забила, то я такой, ай, сломал, какая-то причина была, знаешь. А в дерево там. До такого не додумался тогда, короче. Ну и все, сделал рентген, наложили гипс, сижу на следующий день в тренажерке, команда пошла тренироваться, я кручу велик, заходит президент, смотрит, короче, ну, так, мягко сказать, короче, меня... Отчитал. Как так? Он просто сказал, как так, ты мне объясни. Что за недоразумение произошло? Потом, когда фоткались, через неделю на командные фото делали, я стою, я в гипсе, я стою на третьем, на втором ряду, так вот, и президент поворачивается. Аккуратно, аккуратно, дубчика там, а потом упадет, еще чуть-чуть попает. Да, у меня, кстати, была одна история, я сейчас уже вспомнил, как я тоже сломал руку перед матчем на кубок с Амкалом. Мы поехали, получается... Это такое, что у него ебаных блогеров? Это не я, кстати, был. Как не ты. Нет, это не я. Еще есть ключи. Нет, была ситуация, получается, у нас в субботу игра на КФК была, у нас поставил руководство клуба задачу, типа, помимо того, чтобы во второй лиге выступать, надо было еще в КФК выиграть. С этого ты начал, прости мне, игры в неделю играть, да? Да, и мы поехали в субботу играть в Павловский посад, короче, там команда на втором месте шла, и он, как раз, типа, ну, игра, можно сказать, за шесть очков. И все, мы ведем 1-0, конец игры, короче, я жестко втыкаюсь в чудака в центре поля, чтобы сорвать атаку. Ну, мы там что-то закипели, ну и разошлись. Как Леха Гамидов вчера. Ну, да. Мы закипели, чуть разошлись, и там у нас парень Саид Керимов, который. А, тот легендарный. Он что-то там слово за слово во время того, как игрок пытался ввести мяч в игру с этого штрафного, они там что-то тоже зацепились, и происходит, как бы, потасовка, типа, сбегаются футболисты. Тот день, короче, у них день города был вообще, в Павловском посаде, и полиции не было на стадионе, только охрана. Ну, и, короче, пьяные болельщики Павловского посада выбегают, короче, начинается просто, ну, я первый раз в таком был, они начинают драться с футболистами. Прямо на поле? Прямо на поле выбегают. Охрана вообще ничего не делает. И, короче, я вижу, как болельщик один этого Павловского посада бьет, короче, со спины нашего игрока. Я из толпы выбегаю, короче, и просто ему бам, вот сюда куда-то попал, в ухо, а там, ну, череп, да, и кость сильная. Куда мне пролетело? Я, прикинь, я просто этот момент чувствую, что я сразу отбегаю, потому что я почувствовал, что у меня, короче, что-то не то с рукой. А у меня тут пластины стоят, я тоже как дуба. Один раз воткнулся в газон, и у меня там пластинная операция была. Я такой думаю, ё-моё, короче, в итоге оказалось, что этот перелом тасной кости мизинца, вот, мне, короче, накладывают эту лангетку, и я мне через, а через три дня мне уже с Амкалом надо выходить играть. Через три часа у тебя игра уже. Нет. Новая, новая. Через три дня уже с Амкалом играл, короче, с переломом. Я как опытный блогер придумал только что. Давайте каждый расскажет какую-то неловкую историю, связанную с футболом, скорее всего, на поле, за полем, под полем, после футбола. Давайте, погнали. И Май, у тебя есть? Да, у меня есть. Кидывать. Я приехал на просмотр в Луч, ну, они были в Москве тогда. Ты чего представили, когда мы салялись? Они, короче, тренировались в Кратово. В них была игра товарищеская в Равенском стадионе, где Сатур принимал с Сатурном. Я, короче, выхожу в старте, все, играю, первый тайм, нормально, короче, 0-0, по-моему, после перерыва выходим. Играем минут пять, а там поле было не очень ровное. И, получается, идет заброс за спину мне. И я видел, что за мной нападающий побежал прессинговать. А он в какой-то момент остановился, а мне никто не подсказал, что я уже один. Я бегу к этому мячу, короче, отвечаю где-то, наверное, метров, получается, поняли, центральный круг и чуть в сторону. И до ворот, наверное, метров 45, наверное, я не знаю, 50, может, даже. Я бегу, думаю, что он меня бежит прессовать, и я хотел вратарю, короче, назад покатить. Я подбегаю к мячу, передачу даю, короче. А в этот момент мяч в кочку попал, понял? И за это ему придало силу. А вратарь, короче, убежал из ворот, он начал уже смещаться. Чтобы ты ему ворота не хотел. Чтобы я ему ворота не хотел, а чтобы он уже разворачивал в другую сторону. И мяч, получается, с этой силой летит в ворота. Вратарь бежит. И не успевает, короче, и гол. Верхом ты еще верхом выкатнул? Ну, получилось как бы не то, что верхом, полно, такой пластерный. Я бы считал, если ты его перекинул еще. Нет. И в итоге мяч залетает в ворота, и я, получается, делаю сумасшедший какой-то автогол. Ну, можно поискать, да. И потом, значит, меня меняют. Меня меняют, короче. Я возвращаюсь потом в Зорке. Мы играем вот осеннюю часть чемпионата. И последний тур у нас с Саратовым. Мы летим. И в аэропорту в Шереметьево как раз пересекаемся с Лучом. И мы идем с воротарем, с капитаном команды. Я говорю, смотри, даже легенду не узнают клубы. Короче, у меня есть история. Короче, иду я в Иваново в четвертом бить пенальти. Да, честно говоря, я вкинул этот. Я же не буду рассказывать историю. Все и так знают, чем все закончилось. Я вкинул, а я сейчас не могу вспомнить, что мне из неловкого. Есть одна неловкая история, связанная, я ее рассказывал где-то. Ну, может, кто-то не увидел. Может, ваш этот. Это после футбола. За что мы любим футбол? За то, что после него. Да, все правильно. В голодные времена дубля, когда я еще даже в основе не попадал в заявку, старшие товарищи говорят, едем в место, где женщины крутятся на железной ходе. Сечете о чем-нибудь? Конечно. Я говорю, да ты что? Не можешь. У меня мандраж. Они сами крутятся или крутят. Это что такое? Курица-грилля? Что это? Не могу сказать. Короче, игра типа часов в шесть, а сказали, что мы едем туда. Часа в три. У меня мандраж не перед игрой, а перед тем, что будет ночью. Я думаю, блядь, я готовлюсь к этому. Понимаешь, что в игре не выйду, но готовлюсь к тому, что будет ночью. Короче, типа проиграли, не заработали ничего. В кармане пятьсот рублей. Ну, старший хватит, приезжая туда. Трачу последнее на такси. Не, остается что-то по рублей триста. Приходит девушка, начинает танцевать передо мной. И это что-то, я думаю, ну, дело вижу, типа, как обычно, нормально для меня. Ну, типа, такой распаренный сижу. Она что-то стоит, ждет, закончила танцевать, что-то ждет. Я говорю, нет, так, кэ. Я говорю, кэ, а что делать-то? Ну, денег ей дай-то. Я такой, типа, конечно, есть денег. Деньги-то в кармане всегда имеются. Достаю триста рублей. Состочку оставляю себе. Двести кладу. Она на меня, на двести рублей, на меня, на двести рублей. И говорит, на всю жизнь запомнил. Это просто боль. Дает мне их назад. Я так садил. Говорит, мальчик, один на метро по крысе. И... Я говорю, ну ладно. Хорошо. Расскажу вот эту ситуацию про неловкость, когда вот это с деньгами, то, что он рассказал, мне сразу всплыло. У нас, получается, сборы были. А мы пишем? В Эмиратах. Пишет, пишет, все. С кем это уже? Получается, сборы. С Краснодаром было. И Соснова нет. Кто Соснов, молодые же берут, там, по три-четыре человека. Пять, да. И раз что-то у нас, как раз дают, там, знаешь, между сборами, вот эта пауза, два-три дня дают выходных. Я такой, раз что-то, мы заходим уже после тренировки, как раз все уже там собираются, там, основа там, уже поехала кто-то, куда-то, я захожу, что-то там, мозоли, и на пляж, там, думаю, как, не поплавай, там, а в кармане, там, ну, я не знаю, ну, мне лет 17-18 было как раз, в кармане 5 тысяч. Думаю, бля, а мы в Абу-Даби живем, думаю. Бля, туда ехать, две с половиной тысячи рублей, такси. И обратно, что делать, вдруг не хватит обратно. Раз что-то, захожу к доктору, и Ари сидит. Говорит, что будешь делать? Я думаю, бля, у меня выбор невеликий, если честно, что я буду делать? Говорит, а я поплаваю, говорю, здесь останусь. Он говорит, не-не-не, так нельзя, три дня в выходные, как ты? Давай, говорит, собирайся, одевайся. Самая любимая история, когда ты молодой-то и заснул забирает. Все, блядь, я... Так нет, он-то оделал, а у меня... Он такой, говорит, не-не-не, так не пойдет. Говорит, одевайся, спокойненько, говорит. Сейчас там, говорит, на входе, говорит, две зеленых ламборджини будет. Ну, я думал, шутка, типа, ну, прикололся. Ламборджини, правильно? Неважно, я буду, говорит, колхозник. Хорошо. Ничего страшного. Я такой, да, пошутил, думаю, я в экипировку, у меня же вещей нету никаких. А нет, я смотрю, сижу в лобби уже минут 10, жду его. Когда же выйдет, блядь. Смотрю, реально подъезжают, типа, спорткары. Такой, думаю, да нет. Да нет, может, он вообще пошутил. А я тут сижу, жду, блядь, его. Выходит у него часы. Амбратно у тебя? Конечно, волнуешься, блядь, что делать? Блядь, любимый. Филипп Лэйн, цепи, блядь, роликсы, все такое. Я иду, у меня кроссовки Пума последние, 5 тысяч на карте, и думаю, что делать дальше? Как вообще? Он такой говорит, это ты так оделся? Ебать, меня вот так сразу встыд. Знаешь, думаю, блядь, я говорю, да у меня, ну, экипировки еще, знаешь, весь Краснодар и вот этот, как после Академии. Он говорит, ну, пошли, пошли, я выхожу, стоят две машины, я понимаю, знаешь, в чем сам суть? А как их открывать? То есть, представь, я тут петухов пас, за ними следил, блядь, а тут садится. Я так медленно иду, он, знаешь, резко там раз садится, чтобы там... Не знаешь, как открыть, блядь? Отключают, знаешь, открывают швейцары, да. И он вот так передо мной быстро взлетает, открывает мне эту дверь, и я такой, слава богу, думаю, слава богу. А ты бы сейчас так встречался там. Не открывай, открой, я не могу это сделать, помоги. И это открывать, я такой сажусь, так думаю... А вы знаешь, как надо говорить, откройся. Как в этом фильме, как это так, не так себе, как этот фильм, когда этот, на японском надо было говорить, что машина заводится, блядь, но не суть. В такси это было, да? Я такой раз сажусь, думаю, так, первый страх прошел, я ее открыл, что делать дальше, блядь, как завести. Начинаю тыкать, блядь, там по окну, у меня уже эти дворники, блядь, вот так, блядь. Он стоит, ждет, я не могу тронуться, блядь. Слышь, а он две ламбы взял, типа, тебе, чтобы вы за рулем оба поехали. Да, да, чтобы прокатились, типа. Я такой раз что-то натыкал, брум, завелась, думаю. Ну, привыкшим, ну, им что это? Ну, типа, одна есть. Там в отеле выкладывается. Знаешь, он еще такой вылазит, он видит, что у меня проблема, блядь. У меня не то, что проблема, у меня все пшикает, вода летит за это. Эти дворники, блядь, жара плюс 40, блядь. Окна вот так открываются, закрываются. Я просто в панике, думаю, как, и он только вот подходит, она заводится, я такой думаю, так, есть контакт, думаю, сейчас я, сейчас я доборюсь с этой проблемой. Он такой подходит, говорит, разобьешься, говорит, ничего страшного, говорит, оплачу. Я такой думаю, ну, это уже как бы меняет дело, уже спокойнее, думаю, блядь, не дай бог, сейчас кот, ну, там что-то еще будет. Говорит, ничего страшного, говорит, если там попадешь в аварию, говорит, все, оплатим, не переживай, типа. И мы начинаем ехать с Абудаби туда. Я голову вот так, счастливый, блядь, на всех парах лечу за ним, там штрафы, не штрафы, думаю. Думаю, вот она, да, вот она. Вот она жизнь, вот она, дали. Тут, блядь, с деревни приехал, а тут надо было сесть в нее еще зависеть. Думаю, ну, я уже успешен, говорю, все, уже классно, блядь. Можно заканчивать карьеру. Уже можно заканчивать карьеру. Потом раз, что-то, все, вернули, знаешь, я еще где-то недели две смотрел на все машины, вот так. Улыбался, ходил так. Вот так смотрел на все машины, там сайт Мерси, думаю, что это вообще такое. И Сергей Николаевич на тренировку приходит. Прилетает, наверное. Ну, вот так, приходит, подзывает. Я только думаю, да я отдохну. А я веселый, у меня эмоции, понял, я веселый тут, ну, как бы жизнь удалась. Такой, говорит, а ты что делал, говорит, в выходных? Я говорю, да меня позвал, говорю, ари, проехались. Он говорит, ты дурак. Говорит, о футболе надо думать, говорит, куда ты высунул, говорит, свою голову в Дубай, говорит, едешь на своем Феррари, говорит. Говорит, походу увидел, в том-то и дело. Он на вертолет, типа, летел. В том-то и дело, ему или донесли, или увидели. Ты что там делал на своем Феррари, куда ты свою голову высунул в этом? Едешь, а я счастливый, бля, все улыбаются, все машут. Улыбка до ушей, уже до ушей, он говорит, думай о футболе, бля, какие тебе машины еще? Я не пойму, у меня просто две недели депрессии, бля, нахер я в нее сел, бля, тут и так стресса было достаточно. Короче, он тебя опустил себе с на землю. Сразу же, моментально просто подошел, так, пальчиком, по-моему, я подошел. Куда ты свою голову, бля, высунул с этого Феррари? Кого времени сейчас прям даже не стало видно. А я только испытал счастье, наслаждение, уже такое, думаю, бля, уже эта машина некрасивая. А он давно, он как-то, знаешь, мы в основу, когда пришел, как-то, он сразу ближе всех. Он там как-то в первый вечер только потренировался, у нас было два человека сейчас, Надху, который в Тудроц подписал. И мы вдвое были, вот просто молодежи, как-то тренировали Сосновой. И он как-то после первой тренировки меня обнял, знаешь, как-то что-то прошло, и он говорит, сегодня едешь со мной, типа, покушаем у меня дома. Я такой думал, ни хрена себе, блядь, как так, блядь, я тут... Я никогда не ел в жизни. Я не ел, блядь, еды. Только вот что-то приезжал. Тогда у меня вилки-тарелки, блядь, что делать, то как это? Я руками всю жизнь ел, блядь. Я не в гости не звали, не вилки, блядь. Ну, как ты знаешь, ну, типа, они-то там, на экранах, а ты там, тебе летом по 15-16, ты еще, ну, вообще, то есть, ни хрена не понимаешь. Ребят, а если я сейчас выйду пописать, можно, пожалуйста? Конечно, конечно, я буду счастлив, если ты видишь. Спасибо большое. И мы приезжаем, и у нее, знаешь, домработница, она там приготовила что-то, там, какое-то блюдо их местное, знаешь, что-то как-то, я думаю, ни хрена себе, покушал, блядь. Второй день тебя Торбинский подвозит до дома, знаешь, там, да, это... Третий день, блядь, там, Смолов, блядь, ну, на Порше, ты этот, помнишь, если фотографии кто-то ставит, когда вот эта раскраска военная у него была, ну, пленка. Хаки, да? Хаки, вот эта тема. Я еще сижу с ним такой, говорю. Федь, говорю, а сколько стоит, она думала, у меня в кармане-то, блядь, там, не то, чтобы хоть бы доехать покушать было бы. Он говорит, да, 13 миллионов со скидкой, блядь. Я вот так вот, блядь, думаю, ты слово это еще знаешь, блядь, 13 миллионов со скидкой, блядь, думаю. Нет, звучит, звучит красиво, 13 миллионов со скидкой. Со скидкой, ты понял, я, блядь, я просто сломался от этого, блядь. Да, жизнь такая была, знаешь, что... Слышно, классная история вообще, зашла прям. Есть из низов плюс-минус история, такая, типа, тоже, ну, как, неудобная, как ты сказал, да? Или Доля сказал, да? Короче, про это, про Бодролу. Понял? Про Бодоле? Да. Короче, вот тот период, там, типа, 19-20 лет, Локомотив 2, ну, закрывает, я остаюсь без клуба. Ну, типа, начиная летом, знаешь, искать команду, там, в один клуб пошел, в другой на просмотр, вот так хожу-хожу. И, типа, в Подоле, раньше была такая команда, приезжаю, значит, на просмотр. Чуть-то сидим в раздевалке, и приехал я на просмотр, еще один пацан, пацан на 2 года старше меня был, и подходит, по-моему, второй тренер к нам и говорит, там, типа, главный тренер с вами хочет пообщаться. Еди в тренерскую, типа, мы такие, ну, все, хорошо, там, приходим, ну, а что, мне там 20, ему 22, там, плюс-минус, такие, знаешь, сидим, что, сидит тренер главный, второй здесь на диване. Ну, и главный знакомится, говорит, пацаны, как зовут, там, мы представились, и он к нему, там, типа, где играл, какие вообще цели, типа, он такой, ему 22, он говорит, слушайте, я, говорит, вообще профессионально не играл, я был в КФК. Он такой, ну, все, 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 понятно, типа, ты хочешь, типа, профессионально заиграть. Он такой, ну, да, он такой, все, все, с тобой понятно. Говорит, а ты? Я говорю, ну, там, зовут так-то, я говорю, вот, типа, был в Локомотиве 2, говорит, а в каких школах был, там, я говорю, там, ну, в Спартаке, в Локомотиве, о, да ладно, а тренер кто был? И вот это, знаешь, начинается вот эта беседа, я говорю, то-то, то-то, а, знаю, вот, там, ну, и вот этот разговор вроде, я такой, ну, нормально, хорошее общение вроде, и он такой, а сейчас где был? Я говорю, в Локомотиве 2, во второй лиге. Ну, знаю, знаю. А что ушел? Я говорю, да я не ушел. Я говорю, у меня контракт, во-первых, закончился, во-вторых, говорю, клуб, ну, закрыли. И, ну, типа, я без команды, ну, вот ищу команду. Он такой смотрит, знаешь, и такой, нет, я понял. А пришел-то ты что сюда? Я такой, я думаю, может, типа, ну, неправильно объяснился. Я ему такой, ну, я говорю, я был в Локомотиве 2, все, контракт закончился. Опять пересказываешь. Да, 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 я ему пересказываю прям, ну, там, не слово в слово, ну, плюс-минус, типа, в тех же красках. Я ему говорю, команду закрыли. Я говорю, он такой, я все понимаю. Сейчас ты что хочешь? Я такой уже начинаю чуть, это, знаешь, ну, паниковать внутри, что-то думаю, блин, какой-то коннект потери. Я говорю, я уже так понял, на раз третий, наверное, я уже чуть сам подкипать начинаю. Я говорю, Смородская, я говорю, закрыла клуб. Я говорю, клуба нет больше. Был клуб, сейчас нет его. Я говорю, все. Ты поймай, ты тупой. Я говорю, все пацаны, которые там были, я говорю, сейчас без команды. No team. Да, я говорю, вот, я ищу, типа, команду, пришел сюда. И он, представляешь, мое удивление, когда он на третий раз спрашивает, ты это, я все понимаю. Сюда-то ты что пришел? Я все, потерялся. Сидит пацан рядом, он такой, он тоже, видно, уже подкипел и говорит, ну, вы что, не понимаете? Смородская, no team, no team. Он такой, он же говорит, команду закрыли. Он такой, так, ты не подсказывай ему, ты не на экзамене находишься. Я понимаю, что я просто попал вообще в другую вселенную. Я вообще не понимаю, что происходит. Короче, на раз в четвертом он такой, так ты так и скажи, что команду закрыли. Я такой, короче, я прихожу в раздевалку обратно, возвращаюсь, перетровка, у меня уже башка кипит, начинается тренировка. И у меня, знаешь, это ощущение, когда ты пришел вроде на просмотр, а тебе не хочется здесь уже оставаться. Топ-100 нелепых ситуаций. Да, уже вот тебя туда-сюда не тянет вообще. Короче, я очень... Это тот момент, когда уже в коровке ехать, не ехать, уже пересидеть. Да. Или когда самолет сел. Это Молдавия у меня была история. И по итогу, короче, этот, оттренировался плохо в эту тренировку. И он подходит, я смотрю, он подходит к тому пацану, который со мной был. Что-то говорит, я думаю, ну сейчас ко мне подойдет. А я прям плохо оттренировался. И думаю, ну сейчас меня сбреет. Подходит, говорит... Топ вообще. Говорит, слушай, а тебе же все равно где играть, типа, ну с краю, там, в центре. Тебе же главное, типа, играть, игровую практику. Я такой, да. Ты мне понравился. Ужасный. Бля, ты просто в порядке. Говорит, сейчас мы съездим на Кубок. Он сказал, Кубок России с кем-то они играют. Возвращаемся, подписываем тебя. Ну, проходит 2-3 дня. Я думаю, нет. Ну, типа, не вернусь. Звонит второй тренер мне. Говорит, ты где? Тебя главный ждет. Ты где? Типа, приезжай. Я говорю, я болею. У меня температура высокая. Я не приеду. Короче, сбриво, да? Ну, нелепая, нелепая ситуация. Да, в Молдавии тоже это играл. Получается, приезжаю, прохожу просмотр. Мне говорят, все, оставляем. Тогда международный трансфер. Надо ждать вот эту бумагу было. Нет, не только. Там еще есть справка о несудимости, чтобы тебя заявили за границей. Я ждал, я ждал, да, ее пока. И была игра, поехали играть на выезд. Проигрываем там 1-0, по-моему. Забегает, короче. У нас был как клуб, короче. Сюнюю неделю тренировал тренер. В выходные подъезжал, прилетал из Москвы президент. И сам командой руководил. И получается у нас капитана команды воспитанник шерифа. А как раз клуб с шерифом все время за чемпионство старался бороться. Залетает президент клуба после игры. Так, пакуйте его своим охранником. Машину капитана, короче. Он игру сдал. Шерифу помогает, короче, чемпионам стать. Все, он летит, короче, в Москву со мной на полиграф. А я приехал просто, я еще как бы, ну, уже не на просмотре, мне уже сказали, что меня берут. Я просто в развивалке нахожусь, приехал посмотреть игру. Я такой думаю. Нет, его не брали на полиграф. Нет. Брали капитана. Он говорит, пакуйте капитана, типа, все. И, короче, на полиграф летит в Москву, он игру сдал, он помогает шерифу. Я такой думаю, блин, что-то вообще, блин, надо. Машину играем, что ли. Пока, я думаю, может, пока не поздно, короче, забрать свой паспорт и улететь просто, знаешь. В итоге приезжаем на базу. Все, парень, капитан, короче, кофточка, шорты, просто паспорт один, в аэропорт. Потом с ним сидели, короче, тоже общались, рассказывал. Едут они уже в аэропорт, короче, в машине. Останавливаются где-то в лесу. Заходят в лес. Короче, ему, бам, ударил. Типа, давай, рассказывай, что в натуре, типа, сдаешь там это. Нет, нет, типа, я ничего не делал. Ну и все, видимо, уже подостыл, потом президент. Тело тогда подостыло? Нет, президент подостыл, уже все, они едут дальше, короче, в аэропорт. Уже не выяснишь. Он говорит, ну все, типа, я понимаю, да, можешь не ехать, короче, на полиграф. Он говорит, нет, ну я уже поеду, типа, чтобы доказать. Полетели в Москву, в итоге все, прошел полиграф. А полиграф только там, в Москве, да? Ну, а нет, ну человек богатый и в Москве, да. У него просто дела были, мне кажется, за компанию просто взял с собой. Все, прошел полиграф, все нормально оказалось. Но я... Нет, ну я говорю, я вот первый раз такое увидел, такую историю, я думаю, ё-моё, блин. Это была выкопанная, она выкопанная. Блядь, жесткая. Те же времена, примерно, по времени, когда случилась история в месте, где женщины крутятся на левых шестках. Примерно где-то через месяц после этого, опять же, завел... Утоли много историй таких. Только уже там без шестов, без шестов, но просто ночные заведения, короче. То есть тот же человек, некто Ка, зовет, а нет, даже нет, не так было, не зовет. И мы знаем, что они туда ходят, был такой клуб там региональный. И у нас там денег, как всегда, немного, я думаю, ну на баре там постоим. Нас уже запускают, потому что они видели, что мы с ними заходим. Денег, но не знают, что у нас денег нет. Ну, короче, все деньги на баре тратим, думаю, да когда они уже приедут. Они выиграли же сегодня. У нас снова выиграла. Ну, вы ждете, да? Мы ждем, где же они будут ходить. Когда они будут. Короче, потом деньги закончились, а на входе бесплатное пиво раздают. Мы уже бесплатное пиво начинаем пить. На входе живем, когда они приедут. Ну, что-то все время. Ну, что-то, что-то приехали, что-то. Короче, наконец-то они заходят, нас видят, типа, а мы такие, как случайно тут. Говорят, а, ну, пацаны, давай, пойдем с нами. Короче, там вся премьер-лига, там, в этом клубе, там, ЦСКА, Локомотив. Раньше было, знаешь, все в одно место ходили. Это жиря-лига. Это тот, который закрылся? Нет, Берия назывался клуб. И этот, ну, мы как пацаны, знаешь, молодые, до Талого, до конца сидим там. Поголос был в области. Типа, остались, все уже ушли, там, типа, было что-то, три стола, все вместе. И остались я, этот пацан из дубля, его друг и Ка. Короче, приносят счет. Приносят счет, а там цифры, нулей, там, ну, блядь, я не видел столько нулей, только на поле видел столько нулей на дубля. Вот прям очень много нулей, цифры много. И я просто в этот же момент, я смотрю, где он, нету, никого не вокруг, что делать, я продлевел этот момент. Просто, ну, когда, что за херня, блядь, мне счет приносят, и никого нет рядом, вокруг. Ну, мне примерно вот на 100 миллионов рублей меньше, чем там в этом счете. Вот протрезвел сразу, думаю, блядь, 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 сотри, что делать-то. Слава богу, издали идет, находит. А, сейчас. Слава богу, сидим, что все хорошо. Он пришел. Я думал, блядь, все были вокруг, все вместе, потом резко, блядь, на дубле. А счет там, типа, знаешь, там, 400, и там нулей, нулей, нулей. дополнительно не досчитала зарабатывал там 4500 это без штрафов это еще до штрафа пропотел пропотел больше не хотелось пульс 200 давление куда бежать куда что этом наш подкаст подошел концу надеюсь что он понравился и посмеялись с нами от души спасибо огромное нашим гостям назарчик доля было очень приятно вот с вас ребят подписка комментарии оставляйте и напишите кого вам следующим позвать и лайкусик еще раз напишите еще раз алима не знаю он за ним у ребят много историй осталось поэтому если хотите их еще раз увидеть это демо версия была всем пока всем спасибо пока я хам